Здравствуйте! Этот обзор мы посвятим самой старинной, самой распространенной туи, туизападной Брабант. Конкретно эта туя очень часто использовалась даже раньше в советское время для обсадок каких-то, для формирования живых изгородей. Но именно с этой целью я бы ее и рекомендовал использовать, потому что она коническая, но очень широкая туя, очень широкое такое растение. И самое красивое она все-таки смотрится именно когда из нее сделана живая изгородь и она формованная. Когда вы вырезаете какие-то волны, вырезаете ровные стенки, вот тогда вам нужен именно Брабант. Она прекрасно переносит стрижки, прекрасно держит свою форму, прекрасно загущается, нетребовательна к почве, обожает влажные места и торфяники. В общем, прекрасное растение именно для живой изгороди. В отдельных посадках все-таки она не очень хорошо себя показывает. Может быть это дело вкуса, но все же мне лично не нравится, как она выглядит отдельно. А вот в каких-то композициях и тем более, когда она стрижена, прекрасная туя. Самая быстро растущая туя при этом. Потому что, посмотрите, у нас были горшочки вот эти по 9, пришла вот такая, вот все, что она там наросла в условиях того, что у нее замкнутое пространство для развития корневой системы. Поэтому, кто хочет получить быстрый результат и такого нет времени и терпения на то, чтобы ждать, когда она там все вырастет, очень рекомендую. Туя Брабант не подведет вас ни в какой ситуации и сделает вашу изгородь приятной, зеленой, вечно зеленой. Естественно, немножко будет цвет меняться к зиме, чуть-чуть в бурую сторону. Но, тем не менее, всем любителям живой изгороди рекомендую туя западная Брабанта. Делайте свой выбор самостоятельно, естественно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok